Вот с моими прощениями я думаю, что есть формула приоритетного инвестиционного здоровья, который у меня есть еще. Отрицательно связана вечерняя активность за избегание меня подмиротности. Что я говорю, избегание подмиротности? Это, кстати, для нас большая проблема, но потом у меня будет большая и хорошая новость. Не открывайте эти двери, там страшно. Не меняйте этого человека, если вы еще будете хуже. Не трогайте систему, а на базу рассыпаться. Вот с таким отношением вечерняя активность. Наконец, положительная связь сегодня в доверии к стране. Доверие к кому? Вот это прочий вопрос. Потому что положительная связана вечерняя активность с доверием к незнакомым, к чужим, а не просто с собой. Теперь давайте посмотрим, что происходит в России. Ну что вам что-то сказать. Изначально практически у нас не такие плохие, но и не очень хорошие с точки зрения этих самых факторов. Потому что верим мы в основном своем, а не чему. Сильно опасаемся неопределенности. Имеем высокую дистанцию власти. Представляете, что власти не отвечают, что оказывается наша проблема, а власти почему-то рассчитывают на нас. Индивидуализм у нас примерно свинейный. На мой взгляд, это не плохо. Потому что, кстати, коллективисты и нации, корейцы, и фонцы, и так далее, мы довольно много сделали на революционных прорывах. Вопрос сильнее ли мы в отходе к цепи, я бы сказал, мы двояка тысячи в этом времени на индивидуализм коллективисты. Вот насколько мы это можем услышать. Теперь посмотрим, что на революционные прорывы. Вот это результаты предыдущихся в 2016 году, которые делали революционные прорывы. Центральный прорыв и не несет национальный прорыв. Это мои коллеги по экономическим прорывам. Там было 13 регионов. Что было интересно? Ведь интересно повредить, что было из него. В среднем на уровне страны как-то все так убилируется, что мы поймем, что хорошо, что плохо. А в разных регионах образуются разные отличия от среднего по стране условия для той же самой муцеладки. Вот это вот уже данные по 2018 году. Причем в этом 2018 году это исследование, которое репетикативно, как по регионам, как по стране. Мы получили еще и картинку страны. Что я могу рассказать в целом? Вот сейчас у нас есть картина по 13 регионам и по 10. Правда, 2 региона мы проверяем и повторяем. Если мы ее исследуем, то считайте, что у нас на карте России пока 21 регион, который мы знаем и обоим. Вообще, у жителей кое-что встретили зналенности. Например, тот самый индивидуализм резко вырастает. Понятно, от Мангарова крупно и с Запада на Росток. За Уралом начинает перескать на Сунике. Говорит, Матыш, что достигай когда-нибудь. Избегая неопределенности, полюс, избегая неопределенности, у нас предлагается несколько дружнее Матышка. В севере избегая неопределенность уменьшается. В дистанции власти у нас падает национальная путь в Катарштане, Якутий-Сатране, Дагестане. То есть, оказывается, у нас факторы прорыва и определенного распределения. Сведения несут в Казахстане. Теперь главная новость. Я говорю, что это хорошая новость для экономистов и подразумевает политику. Избегая неопределенности, похоже, уходит. Люди перестали бояться неизвестных ситуаций. 7-9% респондент считает, что важно обладать новые идеи. Для 65% про то разнообразия в жизни такого не было. Я вас уверен, но нет такого не было. Страна захотела переметать, что прекрасно для инновационной речи экономики. И не очень хорошо, что детство приводит к действующим, стабильным, скажем так, структурам и любым стабильным. Теперь в чем же проблема? А проблема главная состоит в том, что по сравнению со странами, где более благопонятные условия и похожие на нас для развития реанимационного процесса, мы боимся неудачи. Я хочу отметить, что средний год стартапер, селекодовый экономик, который занимается успехом. Сколько? 46 лет. Не 22, а 46 лет. У него за спиной обычно 15, 17, 20. Полярщие лет. А у нас после детей и неудачи считаются лучи. Это серьезные приказы. Попыток нужно делать много. Нет, как ученого, это легко и понятно. Потому что в научной культуре Московского и Кратовского в Ордене Ленинградского Красного Знамени университета, в октябре Граф Шубава в древней веках в отличном возрасте, это 250 лет существует. Культура неудачна, потому что, да, ты можешь искать годами, не находить, но это означает, что тогда надо, скажем, уйти в водитель кроликус или автобус, который теперь переделает автобус. Так вот, последний вывод, который касается оптимистичным. Отношение к коврограму. Вообще я все время понимаю, что у нас люди лучше, чем институты, и что-то у нас не очень большие. А люди в уровне умения позитивного отношения к новым технологиям примерно на среднем европейском уровне. Ну, я бы сказал, 60% среднем европейских, мы 54%, но тут это погрешное свидетельение не могу сказать. Что воздействует положительно на отношения к технологиям? Вот тут продавцательный результат. Где нам что-то проявляю? Вот, доление власти, прежде всего, региональные власти поездки, оказывается в своем роде значимым фактором доление к новым технологиям. Поэтому, господин, вы приятные власти, у вас в руках ключи от возникших пихологических звигов, если вы подвергаетесь в лицо к тому, что происходит в разном группе России, то есть падение в период неопределенности, отношение к новому, улучшение и прочее, и последнее. Вот это проблема номер один. В мире, на мой взгляд, эта проблема будет главной проблемой по крайней демоксии. Но, оказывается, она уже особенно в России. Проблема в представлении данных. Вся цифровая кутинка вертится вокруг проблемы сомнения. У нас в этом мы взяли один процент россиян готовы доверить свои данные нищим врачам, а 28% никому ни как-то. И это с одной стороны препятствие, а с другой стороны это верт, собственно, я бы сказал, независимость, свою готовность к жить и развиваться. Спасибо, уважаемые друзья, которые вы не просто первые свидетели, 5-й доклад. Давайте говорим, что вы его не видите, он официально будет представить 8-й 2000-й для света. Уже. Я пока вы делали этот доклад, собственно, общался в зале. Да, мы справились в среду, то есть смотря на вопросы. Мне кажется, что я общался для мерить 5-й больше. Ну, а вот, знаете, это и есть вызовы современной цифровизации. Каналов коммуникации одновременно очень много. Я задам, то есть, мерить позволяет формировать вопросы по времени и не только при акции. Я задам сначала несколько вопросов по времени в самых последних сверхах, потом перейдем к популярным вот один из последних Александр Александрович допустимее 6-й странного инновационного на практике на экономическом попутителе КУ, кроме пропускной системы покарточки. Друг. Что пропускной системы покарточки это наша вместе с гербанком, которая как положено в вопросах культуры оказалось неудачно. Поэтому сейчас трактируется новая продвижка. В этом смысле мы как раз поступили очень инновационно. Мы инновационные факультеты предложили себя в качестве подопытных роликов, но роликов, которые делают свои обобщения не так делать и будут. Потому что не было общения пропускной системы, а в единой карте, которая делала доступ ко всем инновационным ресурсам и сервисам. теперь про радио комиссии в пути. Дело в том, что мы сейчас пытаемся в программе галерной цифровой экономики сделать новый блок, потому что там предусмотрен центр, который занимается всякого рода техническими компетенциями, и нет ни одного, который занимается экономикой и мы мы ровно сейчас находимся в диалоге по поводу проекта, с центром которого стал экономический факультет, где мы предложили две цифровые модели цифрового управления и экономические здания предпосыл государства. Хочу сказать, что мы первыми не только в России, но и в Евразии в сентябре 2018 года приняли программу менеджер цифровой экономики и сейчас набираем людей на эту программу. Конкурс практически в два раза. Вот сейчас. Потому что их данные будут сейчас. Поэтому, ну как сказать, в общем, наши планы не только когда мы на выжили, но и когда мы дома. Спасибо. Спасибо. Еще несколько коротких вопросов. На лекции Бахштайна по технологическому фрейму был тезис, что положительное отношение к технологиям вызвано низким уровнем удаления к институтам и высокому межречным самудалением. Как прокомментировать? Постой мы с Виктором Акшайем делали в 16-м в этом совместном исследовании неоднократно это дело вместе комментировали, то я согласен, что по исследованию как раз в 2016-го года получалось, что россияне в большей степени даже, чем европейцы, согласны, чтобы у вас не был комплектом, потому что не очень доверяет человеку в этом вопросе. С медициной исследованием вот этого года выясняется, что если не брать случаи базильные, когда робот выезжает внутрь вашего организма, то опять предпочитает человек, не человека, а искусственный интеллект, робота и так далее. теперь как кажется, что это что, мы технологиям появимся, потому что не можем устроить социальную жизнь, но я к этому всегда относился, как сказал, по стюгаксам. а стюгакски несколько книжков использовали эпиграф из заботой и делопрекраски от книги «Час прорежьте раз», где вообще такая правда, делайте доброволь слаб, потому что будешь его делать не ищем. Вот если у нас есть проблемы с институтами, которые обещают отношения к детям и людям, по положительному прошу, значит вам на это будет подпиаться. Еще один вопрос из этой же серии. Александр, вы сказали, что у нас вовсе институты, стоит как сакромик говорить, учить детей исходя из того, что у нас вовсе институты это лучше организация или у институтов все-таки нещаски? Шанс и там все-таки не у института только детей и я сказал так. Надо понимать, что у нас не просто там какие-нибудь некачественные институты. У нас как большинство одни институты редкие. Они умеют перехватывать ренту естественную институту наполненную можно ли институты не перехватывать ренту? Кстати, ровно в этом главная проблема современного современного момента. Когда экономика начала России, жизнь нужно усилить, продолжать партнер. Институт перехватывает первые жилья института. Пока это будет 3%, выше 3%, внизу будет зима, хотя это уже лето. Так вот, можно ли поднять институты на другие, как говорят, инклюзивные, могли ряд и все как можно, но это или не все. Я бы сказал, что в целых 15-20 лет если вы снимаете. Поэтому я бы в ближайшие год действовал исходя с того, что люди лучше, чем институты. Это факт. Качественные институты в России мы отряемся на то, что институты быстро не могут быть лучше. Но тем менее я бы обязательно занимался вот этой длительной программной ремонтой, потому что иначе эти институты будут выбрасывать короче, что институты стране, как они и сейчас. Спасибо. Спасибо. Теперь к самому популярному вопросу. вы здесь часть из них наверное ко мне, а вы включаетесь вот, я на коммерцию, а так я думаю, вы не игрушки, а шуршурят. Иду. Но вам понравится, потому что первый он про культуру. Вопрос собрал 58 лайков и звучит следующим образом. Какие сервисы университета 2035 будут доступны российским бутам бесплатно? университетам считаемый все вопрос ко мне? Да, он только ко мне. Но он, конечно, про национальную культуру. дорогие друзья, значит, в университете 2035 это уже. Там будет ряд базовых сервисов, которые будут доступны всем университетам бесплатно. К ним точно будет относиться два сервиса. Самый важный, как нам кажется, это сервис тестирования и первичных рекомендаций развития для ваших студентов. Вот тестирование и получение рекомендаций, в том числе по тому, в какую команду надо попасть, мы будем предлагать вам бесплатно. Соответственно, каждый студент вашего вуза сможет им воспользоваться. Особенно мы рекомендуем такое делать для тех, кто только пришел из школы и формировать группы на первом курсе не АКК, а исходя из рекомендаций нашей системы. У вас тогда будут группы не по признаку мальчики, мальчики, девочки, 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 высокие, высокие, а по их рекомендации. Это первый блок. И второй блок, который будет доступен бесплатным для всех, это блок базовых онлайн курсов по ключевым компетенциям сферовой экономики. Два этих сервиса точно будут бесплатными. В принципе, на них можно построить уже массовую обязательную программу. Второй вопрос все-таки надо к нам оборвать. Диана, как региональным вузам преодолеть колоссальный разрыв со столичным? 60 лайков. Вообще, мне кажется, что поскольку половина студентов, я бы сказал, не худшая половина студентов, мы его как вам путем, это ребята из ваших регионов, стартые точка полезна. Потому что я вам скажу, в чем преимущество студентов, которые приезжают из ваших регионов, вы московщины студентами, а у них пружинки есть. пружинки, они переместились, и поэтому много хотят сделать. Поэтому для нас с вами вопрос какой? Дальше они оседают в Москве пятидеологи, или они как-то вам будут сработать с вами. Ровно такая же проблема у них у нас в Устине, кто уезжает в США, Европу и теперь Китай, которые вносит в два-три раза дорогу, чем силиконовая таблица. Вот у меня проблема, я говорю, лучше моих участков, как у меня PHD-программа, в пристани, в сцепл где-то, может быть так. Во-первых, нам нужно работать вместе, и мы готовы передавать свои программы, например, то, что менеджменты для сопроводной промышленности, это большая программа, понадобится много людей, это совершенно индустрия 4.0, совершенно любая вот Алексей Иванович Боровков, простите вам Саша. Во-вторых, нам нужно делать вот такие связки, когда люди могут ваши лучшие, люди участвуют в ваших процессе образования, так же, как я рассчитываю, что наши уехавшие на МВС будут делать модули у нас в Московском университете. Вообще есть, вы знаете, программа миграции, которая подписывает Московский университет с губернаторами для того, чтобы она владеет против населения. Если вы видите, что это и моя боль, и наша боль в Московском университете, потому что это имеет ту же проблему другому, то, наверное, мы же с вами вместе можем здесь выискать решение. Есть вопрос, который, мне кажется, раз ответ на этот вопрос. Как вместо соперничества объединиться? Мне кажется, что весь этот остров ровный проект про возможность создания совместных образовательных программ. следующий вопрос у нас более конкретный. Чувствуется, что отвечающий вопрос отвечает за ресурсы в университете ректор и так далее. В создании цифровой среды для университетов будут участвовать пять вузов. В следующем году к ним присоединятся еще 15. А что будет с остальными вузами? И станут они новыми филиалами первых двадцати. Речь идет о мероприятии программной кадров для цифровой экономики, где заложен бюджет этого и следующего года несколько миллиардов рублей на формирование моделей цифрового университета, где предполагается, что есть пятерка вузов, в которых это фестировался, а дальше это может распространяться. Если хотите прокомментировать, я только буду просто увечь сказать, что в наших диалогах с инвесерцем образования мы договорились о том, что сразу в том что